Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду от Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». Учёные согласили, что Лайля Тулькадр, скорее всего, выпадет на последние 10 ночей Рамадана, при этом нечётные ночи более вероятны, а 27-я ночь наиболее вероятна из нечётных ночей. Имам Аш-Шафи'и сказал, что, скорее всего, это 21-е число, затем 23-е, а затем 27-е. А вот мы уже вступили в последние 10 ночей, поэтому пришло время усилиться. А вот контрольный список того, что обязательно нужно сделать в эти ночи, чтобы максимально эффективно использовать каждый последний час месяца благословений. Первое. Не теряйте время. Каждая секунда в Лайля Тулькадр равна более чем 24 часам поклонения. Не тратьте эти драгоценные секунды на листание соцсетей. Планируйте каждый момент. Второе. Читайте Коран. Не каждый может завершить хатам Корана в месяц Рамадан. Но даже мы, читающие медленно, можем каждый вечер посвящать чтению Корана на пару часов больше, чем обычно. А если вы не умеете читать по-арабски, то читайте Тафсир. Третье. Делайте много дуа и зикра. Чтобы максимально использовать эти последние десять ночей, подготовьте список того, о чем именно вы хотите попросить Аллаха. Четвертое. Читайте Салават. Существует множество хадисов о пользе чтения Салавата, о его важности подчеркивается в Священном Коране следующим образом. Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О верующие! Просите для Него благословения и мира. Пятое. Совершайте ночные молитвы. Тахаджот, добровольная ночная молитва, обычно совершается в последнюю треть ночи, хотя ее время простирается между Иша и Фаджр. Существует множество хадисов о пользе ночной молитвы, но ее выполнение в месяц Рамадан приносит еще большие благословения. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, саллиллаху алейхиусалям, сказал, «Кто постился Рамадан с верой и надеждой на награду от Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». Шестое. Дарите милостыню и прощайте других. Рамадан – месяц щедрости. Простить своего брата или сестру и помириться с ним – это такой же акт щедрости, как и пожертвование на благотворительность. Седьмое. Раздавайте садака джария. Это такое садака, от которой дающий будет продолжать пожинать награду даже после своей смерти. Существуют разные формы садака джария, но они всегда включают в себя акт благотворительности, который будет приносить пользу в течение многих лет. Обучать и оплачивать обучение студентам, посадить дерево, построить дорогу, школу, мечеть, мадрасса, больницу и так далее. Поддержка дауата – это все является садака джария. И канал Ансар Медия предоставляет вам возможность поучаствовать в распространении исламских знаний. Каждый ролик приносит тысячи просмотров, пока существуют на просторах интернета. А это несколько сотен и даже тысяч часов непрерывного дауата, которые записываются в число ваших вознаграждений. Пройдите по ссылке в описании для участия в этом благом деле. Пророк Алейхиссалату Ассалям сказал, «Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трех – непрерывной милостыни, знания которым могут пользоваться другие люди, или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него». И восьмое. Сделайте искреннее таубу, ведь когда, если не сейчас? Всевышний говорит, «Если раб приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть, если он приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко мне шагом, то я брошусь к нему бегом». О, человек! Сам Господь Миров говорит тебе эти слова, так беги же к нему. О, Аллах! Поистине! Ты прощающий! Ты любишь прощать! Так прости же нас!